всем привет неожиданно сломался токарный станок пропали прямые обороты реверс работают все нормально вот прямые просто в один момент отказали разобрал немного посмотреть в чем причина вытащил фрикционный вал положил его на верстак все разобрал начал выяснять причину вот здесь крайний диск вот видно здесь должен быть шифр вот так вот торчать вот он отвалился и этот шип должен вставляться вот в это отверстие крайнего диска упорного этот диск по шлицам проходит по валу и в этой канавке должен провернуться и зафиксироваться вот этим отгибом этим язычком от этого крайнего диска в моем случае когда диск отломился шип отломился диск со временем начала выводить из из канавки с каждым включением он потихонечку выходил выходил и вышел полностью и в момент включения фрикциона это резьбовая часть с гайкой двигается начала поджимать фрикцион прямого вращения и и выдавила опорный диск по шлицам наружу появился зазор соответственно пакет дисков перестал поджиматься гайкой сейчас буду заниматься фиксированием от этого диска от вот этого проворота канавки штатная штатную фиксацию я не буду использовать у меня нет такого диска буду чуть-чуть другим путем выходить из этого положения сделаю здесь кольцо выточу в эти шлицы вложу по две шпонки одну сюда другую с противоположной стороны и приварю эти шпонки к кольцу после этого возьму корзину установлю и это шайба это кольцо со шпонками никуда не денется отсюда не выйдет и не разблокирует вот это упорное кольцо еще одна деталь добавится в станке дополнительная но делать буду так надежность здесь будет хорошая ничего никуда не вывалится и не пойдет ни в подшипники и не в шестеренки для фиксирующего кольца вот нашел отрезок трубы 57 миллиметров 3 миллиметровую пластину это обрезок валялся сейчас сейчас зажму сюда и расточным резцом расточу сделаю подготовлю шпоночки просверлю вот здесь отверстие с двух сторон и приварю эти шпонки таким образом нет вот таким образом изнутри и получится фиксирующая шайба блокировочное кольцо готово две шпонки приваренное к кольцу сделал с краев атаки выборки чтобы отверткой поддеть и снять если в случае разборки понадобится сейчас диск я уже провернул и попробую собрать кольцо сидит туго за счет того что кулачки деформировали его при росточке и внутри получился не цилиндр учился эллипс все упорный диск заблокирован от проворота с помощью фиксирующего кольца останется одеть корзину и собрать все на место чтобы поменьше разбирать фрикцион ставлю без корзины завожу его в установочное место вот эта муфта должна быть вот так протаскиваю через стенку а там есть вилка которая эту муфту двигает и нужно вот эту муфту установить на эту вилку сверху вот муфта вот вилка пошевелил рукояткой чтобы подвигать вилку а теперь поднимаю и все муфта муфта на вилки теперь поставлю корзину сюда вкручу шпильку на 16 и через внутреннюю обойму подшипника запрессую корзину до упора потом поставлю корпус шкив все прикручен на место отрегулирую фрикционы и можно будет пробовать работоспособность вот так набрал пластинами трубами шайбами и еще немного осталось еще один диск чтобы закрылся там если присмотреться вот здесь там подшипник видно фиксирующее кольцо еще немного осталось вот кручу и все собрал настроил фрикционы сейчас попробую запустить ленточный тормоз тоже настроил прямое вращение нейтралка обратное вращение нейтралка все класс все класс сейчас соберу обратно крышку все на место поставлю и поменяю масло и все